Нормальный. Какие там еще у европейцев было? Арийцы. Они великие. Они самые умные. А это на востоке славяне. Гони сюда в плен. Поэтому я вот говорю про расстояние. Почему? Вы должны лучше узнать. Там вы сидите, вы же вопрос трудно задаете. К вам никто не подойдет. То есть вам физкультура, спорт, что это? Соревнования. Олимпийские игры, да? Стрессовая ситуация. А если сидеть дома на печи, ты ничего не получишь, ничего не сможешь. Театр где-то там на задворках сидит. Первый ряд сюда садитесь. Первый ряд. Смотрите, как они ползут сюда. Первый ряд. Посмотрите. Рабы как семьи, так и сидят. Все. Они рабы. Они просто двоечники. Они дети кочевника. Рабы. У них нет понятия. О себе думать. Чтобы это торжество мысли, разума, силы. Они всего боятся. Понимаете, почему Европа нас недолюбливает? Вот за это. За ваше радство. За вашу трусость. Ленин прибежал. Вот все. Революция. Какая революция? И арестуйте его немедленно. Какая революция? Он за нас, он за рабочих. А сам он рабочий, Ленин? Кто у него происхождение Ленина? Валерий. Валерий. А что там ответил быстро? А он сидит здесь. Поменяйтесь местами. То есть, если бы наши бедные рабочие были бы грамотными, они не давали. В каком году царь вел обязательное образование начальника? Правильно? И вы не должны знать. Я сам узнал недавно. А между нами разница 50 лет. В 1908 году. Проверь классов быстро. Введение начального образования в указ царя Николая Второго с 1908 года. А большевики, что говорят? Зюганов, что он говорит? Вот при царе все были неграмотные. Только советская власть ввела там обязательное образование. Еще в 1908 году. Мы ввели в Российской империи обязательное начальное четырехклассное образование. И в России сколько было студентов в царской России? 7 миллионов. Нет, неправильно. Сегодня 7. Больше всего было студентов, больше, чем во Франции. Когда французы хвалятся, но у нас же было студентов больше. О чем говорят? Что школьников было достаточно, чтобы они поступили в вузы. И по количеству студентов мы обгоняем Францию, которая считалась самой прогрессивной страной. Тогда Америка вообще никак не котировалась. Поэтому я хочу, чтобы вы получили механизм познания, который вам пригодится везде. Вам Василий рассказывал о профориентации. Можно там в Оркуте и два голубка. Видите? Симпатизируют друг друга. Нормально все. Это хорошо. А мы смеемся. Жених и небес, то слепили тесто. Это счастье, что они неприятны подрядом. Несчастный тот человек, которому ни с кем неприятно. Вы понимаете? Он не виноват. Но нет чувств. Можете понимать? Что чувства, они зарождаются. Их нельзя купить. Все можете купить. Но чувства невозможны. Даже любовь, пусть это будет противно, но это немножко цинично. Вы купите на 15 минут, но это не чувства. Это просто движение. Это отвратительно. То есть это все можно превратить в деньги. Можно какой-то шикарный стол накрыть. Самую лучшую одежду. Но чувства, чтобы тебе хотелось с ним хоть посидеть рядом, а ему, допустим, с ней, наоборот, не важно. Я просто вам говорю. Принцип. Это самое дорогое, что есть. И когда она проснется, вы не знаете об этом. А может так, что она никогда не проснется? В чем это выразится? А если не очень хотите наридеть? Есть такое понятие у женщины, которого у мужчин нету. Как она называется? А? Как? Что? Францона. Физическое состояние девушки, которая никогда не полюбит, не хотела и не будет. Как? Процесс. А? Галичница. Галичница. Ну еще. А? Быстрее, громче. Старое дело. Нормальное, хорошее название. Именно по-русски. Почему? Все девушки на первом атаке девственницы. Это прекрасно. Но! Девушка не хочет вступать в половые отношения. Вот ей противно, понимаете? Мы должны уважать ее чувства. Почему это происходит? Почему иногда в небольшой части девушек в мире по такое состояние отвращения к правовому акту? Быстро отвечай! В руках рожденного. Прямо из родильного дома. Ненавижу всех. На чем история человечества построена? На доверии. Что? Что? Что ты сказал? На доверии. Что ты сказал? Что ты сказал? А? Я сказал. О чем? О том, что у человека нет доверия к партнеру. Нет, не в этом смысле. История человечества в целом. Мы что делаем всю жизнь? Война. И по-другому? Насилие. Ну, смелее. Насилие. То есть люди устали. Насилие, насилие, насилие. Это страшно. Что происходило? И веками ненависть, кто здесь говорил, кто-то говорил, ненависть, она скапывается у девушек. По линии прабабушка, сколько было горя. Сказали, что в итоге она говорит, не хочу это ничего. В ней уже генетически заложено. Не хочу видеть таких мужчин. В смысле, как самцов. И вот это вырабатывается. А почему у мужчин нет такого понятия? Старый парень. Ты знаешь. Ты знаешь. А? Немножко издалека. А? А? Правильно. Но почему парень не может испытывать эти чувства, как девушка? Быть близко. А? Если старая дева, она никогда не ступила, не вступит в половой контакт. А парень может этого избежать? Нет. Не убей. Не убей. Это философия. Приложение рода, любовь, мы живем. Мы говорим, от физиологических особенностей в организме. Женщина мужской. Ну? Женщина закрыла себя. Все. Она ни с кем не злает быть в контакте. А мужчине надо закрывать себя от половой контакта? Сможет он закрыть? Потому что он внушает в половой контакте. И сквозь подошел. Но это не по кругу до окна. Потому что это невозможно. Понимаете? Физически он невозможно. Он во сне вступает в половой и он происходит. Из вас это эокуляция. То есть мужской организм вырабатывает семени уже столько много, что если женщина рядом нету и мужчине сиротический сон, он догоняет ее, бросается на нее и происходит в половой то есть независим от воспитания. В тюрьме раб, патриция, академик, артист мужской организм. На что настроен мужской организм? Независимо от вашего поведения на кто? На женщину. Отвитый хотел примитить. Я говорю а процесс, физиологический процесс подсказывает репродуктивный это все. Не в ту сторону. Что? А? Два слова всего. Близко. По-другому как это назовем? Половой должен быть два человека. А тут нету. Он во сне. Во сне. Нет. Он какого он творения хочет, но это же не происходит. А? Ну вот вокруг доопола этого примитив нашего образования. Вам ничего не рассказывают. О! Близко кто? А еще слово первое, другое скажут. Другое. выбрось. То есть весь смысл мужского организма, что шло дальнейшее размножение, он выбрасывает свое селье, но он не может делать на улицу. Просто так. Это происходит если половой акт, а если нет его, природа заставляет. Все равно она выверена. то есть не надо выдумывать, что поларват это праздник. Это трагедия человечества. На этом вся преступность настроена. Вся культура, вся музыка, все искус... Что? Иди сюда. Что? Что ты хочешь? Да. 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 Гармония есть в обеспечении. Гармония. Половых отношений. Гармония. Что все происходит как вам хочется. Вы встретились. Вы полюбили. Все произошло. Вы забыли. или помните. А? Нет. Нет. Что? Каким образом? Да что они в тюрьмах сидят? Миллионы в тюрьмах сидят. Миллионы убивают каждый день. Миллионы воруют каждый день. Везде мошенники. А что в основе? В основе война идет везде. В Сирии все горит. В основе что? Половая неудовлетворенность. ВОЮВИ 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 Сортия ВОЮВИ ВОЮВИ Лишь можно найти если можно было найти ни одной войны революции да не было Что? Ленин приехал революцию делать? Ну что? Утруетворен или не надырже Константиновым? Два военных человека встретились между ними никогда не было нормальных отношений То есть здесь Это вот проблема Это всего человечества Отсюда и Дальше проистекают Фригидность, кто-то там сказал То есть холодно Старая дева вообще не хочет А другая ей противно Она вынуждена соглашаться Она жена Хочет быть матерью Но ей противно А противоположная фригидность Как назовем? Если наоборот, не фигидность, а? Ну когда женщина горит вся Не может остановиться Да? Суперсексуальность Дурацкое слово Иностранное А еще по-другому как назовем? Быстро, ну? Бэмэ Первое слово на букву Б, второе на букву М Молодец Кто сказал? Почему это происходит? То есть голова девушкой Она не хочет ничего Она хочет заниматься искусствами И так далее Но она женщина И природа бунтует Это бунт природы Понимаете? Природа бунтует И заставляет ее Где-то пойти на эти отношения Потому Это самое Неурегулированное Здесь можно законом урегулировать Конституцию принять Стандарт Единицы измерений Ничего не возможно Потому что это Самые деликатные отношения Поэтому здесь И все трагедии Разыгрываются Вы же помните Ромео Джульетта Всего 15 лет Он не хочет Она умерла И ему не хочет жить Для него это Как бы вот Шаг к жизни Он говорит Не хочу я Без нее Что лучше Фредитность Или Джульетта Ромео Джульетта А что? Что? Лучше Джульетта Кто сказал? Я сказал Ты как Ромео Хочешь умереть? А? Это намного романтичнее Ну это миг И все Вас похоронили Дальше что? Дальше Дальше То есть Конечно Есть те Которые Миг Счастья Миг любви Миг Таланта Раскрытия Все это Миг И готовы Ради этого Жить И даже Может быть Умереть Это плохо Это плохо Мы все Пришли в этот мир Чтобы жить Хорошо Или плохо Потом мы с вами Оцениваем Но нельзя Замыкаться На мимолетном Чувстве Вы понимаете Что человек Не может Полюбить другого На всю оставшую жизнь А? Кто сказал Иди сюда Надо уметь Вступать В споры Я согласен Девушка И парень Хочет Большой любви Вечной Верность И все Прочее Но я говорю Что это невозможно А вы Думаете? Возможно Любовь между Мужчиной И женщиной Это отношение Не только Сексуального Но и Духовного И в первую очередь Духовного Женщина и мужчина Это постоянное Женщина и мужчина Они друг друга Дополняют Те качества Которые есть Мужчине Их нет в женщине И наоборот Остановись Согласен В ванной Полная ванна Грязного белья Кто будет стирать? Обед готовить Штопать В поликлинику С ребенком Не спать 2-3 года А он Чтобы Работать И приходит к ней И видит ее в ванной Стирающей белье Растрепанную всю Уставшую Или с ребенком Уставшая легла спать И не хочет Вступать с ним В половые отношения Он согласится Нет В свободной от работы Время Мужчина Почему бы И не заняться Детьми Я действительно Считаю Женщина Граница АЧК Я Я знаю Что можно Сохранить Себе Я прошу Поэру Мы ее издадим Большинство Ножом И получим Отлики От всех Кто напишет Мы такую Еще не встретили Иди садись Она права Она права Знаете Что вы хотите Чистоты Хотите верности Хотите Чтобы Эта вот Великая любовь Или просто Дружба состоялась Вот даже Дружбы нет Вот Дружба есть Между Мальчиками И девочками Именно дружба И любовь Нет конечно Одни из вас Говорят Есть Я согласен Мы Очень часто Хотим И правильно Хотим То Что невозможно Достичь Вот в чем проблема Это разочарование Наступает В 30 лет В 40 В 50 В 60 А вы Правильно Говорит Но мы Должны Жить В позитиве Кажется Мечтайте Вы Чтобы Он был Замечательный Муж Она Замечательная Жена Чтобы Была Теща Веколепная Свекровь Но Жизнь К сожалению Жизнь